Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин 58 тысяч гектаров погибших посевов приходится на зерновые и зернобобовые культуры, 10 тысяч на сахарную свеклу, 17 тысяч на масличные, 6 тысяч на прочие культуры. Напомню, заморозки продолжались в Башкортостане с 5 по 11 мая. Ночные и утренние температуры в эти дни варьировались от минус 2 до минус 9 градусов. В Башкортостане возбудили уголовное дело после пожара в Благоварском районе, в котором погибли 4 человека, в том числе один подросток. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета. Пожар произошел в ночь на среду 24 мая в частном доме по улице Цветочной в селе Старо-Кучурбаево. В ходе тушения на месте обнаружили тела супругов 74 и 67 лет, их 45-летнего пасынка и 16-летнего внука. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 79 квадратных метров. Огонь охватил жилой дом, баню и сарай. Предварительные причины происшествия не сообщаются. Прокуратура Башкортостана взяла контроль над расследованием. На место выезжал вице-премьера региона Ирик Сагитов. По его словам, сгоревший дом не был оборудован пожарным извещателем. Внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Белоруссией в первом квартале года увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Экспорт товаров вырос на 60%, импорт увеличился на 54%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. О росте двухсторонней торговли говорили на заседании рабочей группы по сотрудничеству между двумя республиками. Абсолютные показатели внешней торговли региона не публикуются. Как отметил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Башкортостана Рустам Муратов, это заключительная встреча рабочей группы перед 10-м форумом регионов России и Белоруссии, который пройдет в Уфе в июне. Ранее переговоры провели представители легкой промышленности. Стороны договорились о совместном производстве мета-арамидных и пара-арамидных тканей. Сотрудничество налаживается и в других отраслях, например, в туризме. В апреле первая группа из 45 пожилых туристов из Башкортостана отправилась в дружественную страну по программе «Башкирско-белорусское долголетие». Товарооборот Республики Башкортостан и Республики Беларусь вырос на 60%. И сегодня Республика Беларусь занимает четвертое место среди стран с самым большим товарооборотом Республики Башкортостан. Важно отметить, что рост товарооборотов в этом году идет за счет химической и машиностроительной продукции. Кроме этого развивается сотрудничество в сфере туризма и сельского хозяйства. Минская компания «Белкоммунмаш» собирается в ближайшее время оказать услуги по модернизации устаревшего трамвайного парка Уфы. Для этого со стороны Республики будет определен корпоративный партнер. Добавлю, товарооборот между Башкортостаном и Беларусью увеличивается ежегодно. По итогам 2022 года он достиг 327 миллионов долларов. Рост составил 12%. В Башкортостане бизнес все чаще стал обращаться за получением льготы по оплате аренды госимущества. С января по апрель мерой поддержки воспользовался 41 предприниматель, сообщили в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики. Объем предоставленных льгот составил свыше 17 миллионов. Сумма выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда скидку получили 30 предпринимателей. Напомню, в первый год бизнес платит 40% от полной стоимости аренды, во второй 60%, в третьей 80%. Льготы применяются при пользовании госимуществом за исключением земельных участков. За весь прошлый год в Башкортостане программой воспользовался 81 предприниматель, объем льгот составил почти 22 миллиона. Изменения в методику расчетов Минземы имущества внесло в декабре 2021 года. С января этого ее распространили и на самозанятых. Сегодня Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрел спорное дело между юрлицом и ресурсоснабжающей организацией. Руководство компании Тормет обвинило Башкир Энерго в завышении сумм за потребляемое электричество на 1,5 миллиона рублей в месяц. В итоге сумма переплаты на сегодняшний день перевалилась за 30 миллионов. В деле пытались разобраться представители бизнес-сообщества УФИ и руководители общественных организаций по защите прав предпринимателей. Представитель Тормета считает, что за счеты доначислений Башкир Энерго пытается возместить убытки от недобросовестных платильщиков. Мы платили за всех без исключения, а уже все остальные исключали их количество потребления электроэнергии настолько, насколько они ее подавали. Без учета того, сколько они фактически реально потребляли. Таким образом, что, допустим, кто-то мог потребить электроэнергии в меньшем объеме, вернее в большем объеме, неважно, какую информацию он предоставил в СКБ, в конечном итоге мы все равно это оплачивали. Заместитель генерального директора Энергосбытовой компании Башкортостана отмечает, что проблемы возникли после того, как один из четырех счетчиков предприятия переустановили. Теперь прибор учитывает потребление и других клиентов. До декабря дело будет находиться на рассмотрении антимонопольной службы. Бизнес-омбудсмен Республики Ирина Абрамова отметила, что дело длится уже долгое время, и компания вынуждена переплачивать, чтобы ее не отключили от электроэнергии. Проблема бюрократии – одна из наиболее острых для бизнеса. По итогам прошлого года она заняла пятую строчку по числу обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей. То есть законодательство предусматривает очень длительные строки рассмотрения обращений. И, допустим, та же самая федеральная антимонопольная служба может рассматривать вот это все целый год. Понимаете, а бизнес за это время может закрыться. Мы можем потерять и рабочие места, мы можем потерять и тот продукт, который выпускает бизнес. Также в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» обратилась компания «Избирска» с жалобой на администрацию города. Власти предоставили предпринимателю аренду участок, по которому в документах были допущены ошибки. В итоге предприятие год не могло пользоваться землей и было вынуждено исправлять неточности за свой счет. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.